окей ребят всем привет спасибо что пришли сегодня я расскажу вам о нескольких важных деталях работы в закрытом гарде в россии в общем мире есть парадокс закрытого гарда как я его называю во первых что такое закрытый гард это один из самых сильных гарда в принципе почему потому что если брать совсем вникать закрытый гард это позиция где вы можете переворачивать человека где вы можете делать ему болевые где вы можете его душить он вам не может не оказать никакого воздействия пока он вам не откроет ноги за исключением там эзекиля сверху но это прям исключение подтверждающий само правило да вот cross guard это очень очень сильный гард но при этом я считаю это один из самых сложных требовательных гардов до close guard можно переводить как закрытый гард мне больше нравится в терминалу я его называю близкий гард близкий гард может человек нам близко то есть условно близкий гарда это халфгард это закрытый гард обычные гарды где дистанции больше это все остальные а в чем особенность близких гардов они не прощают ошибок условно вы работали с их дула и вы вы ошиблись у ваших километровое расстояние чтобы защититься от человека да то есть он вряд ли к вам моментально телепортируется в закрытом или халфгарде не доделали угол не дорасположили вес человек вас сразу же падает на вас сразу же вас прижимает да и следующий парадокс закрытого гарда он в принципе сам по себе сложный то есть есть мем такой да все узнают что самая скучная схватка этого два белых пояса в закрытом гарде один как бы снизу сделать ничего не может потому что close guard он очень требовательный он требовательный к физухе он требовательный к таймингу к углам и к особой работе которые сегодня буду показывать да а верхний он пойти его не может потому что close guard он пассивно сильный гард то есть он сам по себе достаточно сильный даже если ничего не умеешь просто держа его не умеет человек и мало чего может сделать я был час парадоксов за один как бы сделать как бы хочет но не может а второй не может открыть да и чтобы научить людей правильно начинать работу закрытом гаде вообще правильно с ним знакомиться вообще объяснить что-то загад как он работает мы собственно сегодня все собрались итак одна из главных проблем работы в закрытом гарде это несоответствие того как его объясняют и демонстрируют тренировки с реальностью в борьбе как обычно показывать техники закрытого гарда это все выглядит очень просто то есть и показано что вот ты здесь взял вот и здесь отрезал вот и здесь накину да и потом сделка от действия сложно не сложно понятно понятно а потом человек начинает закрытом гарде бороться и выясняется вот эти вот две руки прямые которые меня в меня уперлись дальше сопротивляйся руки жестко поставь что оказывается они не сбиваются оказывается сбить ее ногой вообще тяжело оказывается когда он двигается если вы не можете эти конструкции убрать вообще что-то сделать тяжело оказывается накинуть треугольник когда человек держит жестко спину ну как как бы тяжеловато да и поэтому у людей начинается такой вот типа вообще диссонанс такой странная штука мол показывает же просто отрабатывал просто почему он не получается в борьбе и вот об этом мы сегодня поговорим мы сегодня будем говорить о том как решать ключевые базовые работы в закрытом гарде первое что вы должны понять что закрытый гард это супер динамичная позиция это не позиция где вы взяли сделали два движения у вас закрылась это очень очень много мелкой работы очень много поисков углов очень много убирания его рук до особое внимание мы сосредоточим на его руках по одной простой причине пока он вставил в меня прямые руки пока он держит жестко спину у меня закрытый гард работать не будет вообще я отсюда не сделаю ничего я могу отсюда открыть гард и играть другой гард да но сделать из закрытого гарда когда есть вот эта конструкция фактически невозможно на физически нормальном человеке да который там сам от пинка не падает поэтому первое чем мы будем заниматься мы будем превращать прямые руки в согнутые как нам согнуть его руки нам надо его приезжать к себе да то есть когда мы человека прижимаем себе и в руки разумеет согнуты у нас будет момент который мы будем учиться работа там обущих словить это когда он от нас отжимают сме когда он отжимается он идет момент прямых рук здесь руки сильные обратно прижмись но когда он отжимается руки выпрямляются в этот момент их удобно срывать не прямые руки когда они работают они становятся слабыми, и в этот момент нам будет гораздо-гораздо удобнее переключаться, да? То есть первое, что мы должны понять, вот это абсолютно мертвая для нас позиция. Мы должны научиться вот это убирать, да? И сейчас мы посмотрим, как снимать его руки с основных мест захвата. Итак, сейчас мы посмотрим, как снимать его руки с основных захватов, да? Давайте начнем с самого простого, это если мне поставили руки в бицепсы, да? Руки в бицепсы, да, вот прямые, в ги, но у ги, неважно, где вот здесь все очень-очень просто. Я завожу свою руку под его руку, вставляю, и вот в этот момент, очень важно, во всех своих движениях я буду дорабатывать ногами. Если я буду делать просто вот так, он просто сам переставит руку обратно, да? То есть мы можем очень долго этим заниматься, я должен как-то это изменить. Я должен добавлять движения ногами на каждое свое действие с его руками. Как я работаю ногами? Отпущу тебя на секунду. Я беру, вот мои ноги, и я, не отрывая от нас от пола, не подпрыгивая, делаю вот такое движение. Пум. Да? Для чего я его делаю? Сейчас, руки к груди прижми. Вот, сиди прямо, посмотрите. Я беру ножки к себе, видите, он начинает заваливаться, да? Теперь смотрите, как это работает с руками. Он мне поставил руки на бицепсы. Я начинаю заваливать, и в момент съема, когда он будет тоже прокручивать, бум. Что произошло? В момент, когда ему нужно было место, чтобы провернуть руку, то есть видите, места полно, он проворачивает, проворачивает. Бум. Я за счет своих ног лишаю его этого места, то есть я проворачиваю, бум, я здесь. Да, сейчас его не прижимаю, отпускаю. Да? Важно, мы всегда снимаем по одной руке, не бывает такого, что я вот так вот работаю. Да, то есть всегда одна рука к себе, бум. Да? Снова. Одна рука, снимаю, к себе, прихватил, бум. Все понятно? Давайте с этого начнем. Поехали. Итак, ребят, уже все очень плохо, уже есть ключевые ошибки. Сядем на колени, как бы ты сидел в закрытом гаде, то есть, скорее всего, ноги были бы пошире. Вот, спинку жестко держи. Теперь смотри внимательно на... Анатомий, человек, спинку держи жестко, сам не падай. Чего важно? Если вы закрываете ноги на его жопе, он у вас сидит жестко. Сейчас руки даже к груди выжми. И дергаете его в жопу, с человеком ничего не происходит. Чтобы он наклонился вперед, нужно поддать так, чтобы его плечевой пояс начал падать на меня. Поэтому я беру и делаю своими ногами вот такое движение. У меня не висят ноги где-то вот так, они не расслаблены. У меня ноги в тонусе. Я беру и делаю вот такое движение. Соответственно, оно работает одновременно с моими руками. Важно. То есть, он упёрз. У него жесткая спина, он не ложится сам на меня. Если я сниму и потом попытаюсь дернуть, ничего не произойдет. То есть, я снимаю, бам, я его прихватываю. То есть, я не лежу вот так. Все. Возможно, я буду дальше развивать захват и снимать уже эту руку. Опять же, если он на меня лег, то это не, ну вот здесь вот. Эта рука уже согнута, она уже не идеально прямая. Мне уже гораздо проще ее будет снимать для каких-то действий. То есть, еще раз, нам очень важно, чтобы ваши действия руки-ноги были одновременно, чтобы он не ложился на вас сам, чтобы у него была жесткая спина. Иначе это просто имитация жизни. Иначе будет то, о чем я говорю в самом начале. Вы делаете его отработки, он на вас радостно ложится, потом в бою начинается поделяться, все-таки, опа, у меня Косгарт умер. Да, потому что они ни разу в жизни его нормально не отрабатывали. Да, дальше. Меняем захваты, берем за два отворота. И когда нам берут два отворота, и очень глубоко втыкают в подмышки на прямых руках. Да, то есть, это один из самых распространенных захватов. Здесь все очень просто, механика такая же. Единственное, я сжимаю кулак, да, я сжимаю кулак и веду его по полу, потому что вот здесь, видите, я не засуну. Да, держу жесткую руку, я все делаю. Вот он вставил руки, он прямо уперся мне в подмышки, руку по полу, и как будто я хочу взять его руку на архилл. Прихватываю своей рукой, да, и дальше происходит все то же самое. Срыв ноги к себе. Очень важно, чтобы он жестко уперся. То есть, вот он собирается проходить закрытый гард. Да? Он будет жестко держаться, он не хочет меня отпустить. Почему, если расслабься? Держи мягко. Если расслабиться мягко, все, делается вот так. Он включился по полу, и одновременно руки, ноги, бам, все, рука ушла. А, вот у меня человек здесь. Да? Еще раз. По полу. То есть, если на бицухе было, на бицухе поставь. Места много. Заходит рука. Бум. Места мало. Кулак по полу, как на ахилл. Руки, ноги. Угу. Ребят, очень важно, это адекватность выбора техники. Еще раз. Если он не уперся в подмыхе, но он высоко уперся, места здесь полно. Да, вот это вот. Мне не нужно брать. У меня вот тоже самое работает, как мы делали с бицухами. То есть, еще раз. Почему мы запихивали сейчас кулаки? Потому что он берет подмыху, он очень низко. Да, вот он оттянулся, чтобы мой замок открывать. Да, и мне приходится, здесь не пролезает рука. Видите, она пальцами не зайдет. Поэтому я завожу кулак, беру и делаю срыв в этот момент. Да? Если у меня рука вся пролезает, там место, вагон, то я делаю предыдущий способ. Да? Едем дальше. Сейчас мы переходим к очень распространенным захватам. Это захват вот здесь, за воротник, который берут. Они одной рукой упираются, когда в грудь. Ну, да, то есть ты правша, ли что это, как ты рукой удобно? Ну, когда в грудь упираются. Да, да, да. И второй рукой обычно при этом захвате берут за штаны. Да, чтобы раскрывать. Вот это вот комбо-бомбо. А почему мы рассматриваем их вместе? Потому что, еще раз, это все время активная работа. Ты можешь делать как удобно, мне не обязательно. Ты можешь за два отворота. Не суть. Еще раз. Это активная работа, и она будет меняться. То есть, еще раз. Если у меня поменялось расположение его рук, я не долблю один и тот же способ. Я постоянно, постоянно работаю. Итак, что мы здесь делаем? Начинаем мы с этой руки. Есть несколько способов. Первый классический. Я беру здесь, я пропускаю свою руку. Поддержу, пожалуйста, пожалуйста. Еще раз. Основанием ладони в него. То есть, он для чего здесь берет? Чтобы я на него не вставал, чтобы я не мог притянуться. Я беру здесь, беру себя за запястье. Руками я делаю движение вот такое. Я потом объясню почему. То есть, не только назад, а сорвал вбок. Да? Я взял руки-ноги. Пум. Сюда. Еще раз. Руки-ноги обязательно. Здесь. Взялся. Он будет в меня упираться, потому что он будет рабой в этот момент. Руки. Сильная конструкция важна не к себе. Видите, я выношу на рамке на такой. Одновременно с ногами. И чуть-чуть потом увожу это все вбок. Это первое. Но он не идиот. Он тоже не хочет, чтобы я срывал ему захваты. Поэтому часто какая вещь происходит? Я начинаю вставать сюда руку, он начинает... Не, он захватывал не отпускал, он просто отпускает локоть. Вот. Он начинает делать вот это. То есть не сильно... Вот смотрите. Тут очень важна реакция. То есть он для чего... Смотрите. Встань, пожалуйста, руку обратно. Вот он уперся в меня. Для чего? Чтобы я не мог его к себе притянуть. Да, то есть не, если ты от меня встанешь, я встану. То есть ты в меня упирайся. Ты в меня упирайся. Вот. Я начинаю подбираться. Он, да, вот, компромисс. Чтобы, если что, он мог и запястье включить, в меня держать. И блокировать мою руку локтем. Да? То есть еще раз. Вас должна быть адекватной. Вы не должны быть какими-то больными людьми, которые дают странные реакции. Да? А потом они тут бороются, у них ничего не получается. Каждая реакция обусловлена моим ответом на его действия. А не просто тем, что мне что-то в голову взбрело. Да? Еще раз. Я был здесь. Я полез. Вот здесь есть несколько способов. Я оставляю захват на руке. Беру вот здесь за локоть. И, дергая ногами, дергаю локоть в сторону. То есть все. Он уже будет здесь от меня отжиматься. Потому что он здесь находиться не хочет. И когда он будет от меня отжиматься, я могу работать с его руками. То есть я могу банально сдергнуть его локоть в бок. Это простой способ. Достаточно еще раз. У него при руках прямая упирается в меня. Я собираюсь здесь. Он берет. Вот здесь складка, видите? Ее всегда много. Просто открыть локоть, дергнуть ногами. Все. Здесь он не хочет находиться. Это опасно для него позиции. Он будет отжиматься. Когда он отжимается, я могу работать с его рукой. И, есть еще один вариант, когда я буду убирать вот эту его руку. Очень важно. Да? Смотрите. Вот закрытый гарт, у него две руки. Он упирается в меня двумя руками. Расслабь. Я могу уводить эту руку куда-то забирать. Но я абсолютно так же могу убирать эту руку. Да? То есть руки, они одинаковые. Я через воздействие на каждую руку могу работать с его корпусом. То есть я был здесь. Он прижимает локоть. Вот здесь, ребят, вот здесь всегда будет место. Видите? Я прихватываю его вот здесь за отворот. Еще раз. Это обусловленная реакция. Он в меня упирался. Если он супер жестко приставит локоть, прям воткнет сюда на все деньги, я его к себе прижму. Да? Потому что нельзя упираться локтем и одновременно контролировать меня запястьем. Да? Поэтому он делает компромисс, чтобы запястье давило и локоть мне мешал. Я просовываю, беру здесь, беру залог, упяюсь у меня. То же самое, руки, ноги. Вам. Да? Смотрим все три способы. Он упирся. Он упирается в меня основанием ладони. Упирается мне ровно в центр тела. Потому что если он упирется с краю, рука съедет. Да? Вот он берет кимон. Часто берут два отворота. Да? Мне, например, неудобно, но кто-то так делает. То есть это распространенная история. Бац! Взял. Руки, ноги вверх. Бам! Вбок. Дальше. Начинаю. Прихватываю. За ткань. Особенно, если я физически сильный. Руки. И просто вбок. Не к себе. А я именно открываю. Бам! Третий способ. Я иду здесь. Я пропихну всегда. Вот я прихватил. За локоточек. Могу за локоть. Да? Могу за ткань. Что набирается? Руки, ноги к себе. Бам! Обязательно, видите, в конце я человек к себе фиксирую. Если я буду в конце вот так вот лежать, человек обратно уйдет. Все мои труды были напрасны. Сейчас делаем вот эти три захвата. Поехали. Мы в позиции не телепортируемся. Мы в них как-то логически оказываемся. Да? И поэтому моя задача, когда я оказываюсь в закрытом гарде, я хочу в первые же секунды притянуть к себе человека. Его задача всегда будет абсолютно противоположная. Да? То есть он будет ходить от меня отжаться. И первое, чего мы хотим научиться, чтобы у нас была постоянная схватка за руки. Я думаю, вам всем уже очевидно, что если человек постоянно вынужден от вас отжиматься, да, постоянно вставлять руки, то вам, во-первых, гораздо легче вывести его из равновесия, а во-вторых, гораздо легче выйти на какой-то сабмишин. Плюс, когда он занят восстановлением баланса, он не проходит в амгарты. Это очень важно. То есть, когда вы атакуете, он защищается. Когда вы не атакуете, атакует он. Да? Итак. Сейчас у нас такая достаточно динамичная работа. С чего мы начнем? Смотрите, мы берем его, притягиваем к себе, да, вот. И я его здесь, важно, я его здесь сейчас держу, то есть я не просто расслабленный, да, я его держу. Если у вас получается ножки закрыть повыше, отлично. Он начинает от меня сейчас прям жестко, но медленно. Он начинает от меня отжиматься. Смотрим. Места много. Рука пролезла. Бам. Я его прижал к себе. Я его прижал к себе, вот. Он начинает отжиматься, смотри, я его не отпустил. Я его прижал. Он начинает отжиматься, да. Он вот хочет вытащить руку там, так далее. То есть, он его вытаскивает, вставляет в меня, да, упирается жестко, ну, то есть вот. Бум. Да, то есть, ты внизу, что... может динамически работать, именно я должен подстраиваться, то есть, мне никто не будет, вот, бум, я ему не даю отжаться, то есть, для меня точка, когда человек пришел сюда, и вставил руки жестко, это для меня плохая точка, мне придется проделать много работы, чтобы его вернуть, в идеале, обратно вниз, я хочу его возвращать к себе каждую секунду, то есть, он здесь, да, вот отжимается, бам, бам, важно, не вцепляю сейчас ему в голову, не закрываю замки, то есть, я даю ему вставлять руки, и постоянно, постоянно разными способами его к себе возвращаю, да, вы, не он под вас должен подстраиваться, когда вы поедете бороться на соревнования, ваш соперник не спросит, брат, тебе как удобнее, тебе как подстроиться, что надо, вы должны обрабатывать его реакции, у меня начинается фраза, когда-нибудь ваши глаза научатся не только смотреть, но и видеть, тогда вы пожалеете, что не родились слепым, вот, еще раз, если вы не видите позицию, если вы не отдаете отчета, что прямо сейчас происходит, вы не можете выбрать правильно адекватное действие, если вы не выбираете правильно, адекватное действие, вы очень сильно устаете, потому что долбитесь не в ту дверь, да, и вообще, возможно, не в дверь, а в стену, а во-вторых, у вас ничего не получается, начинается ментальная просадка, типа, ну, блин, я так устаю, а ничего не происходит, в первую очередь, вы должны визуально понять, как расположились все руки, есть ли место, да, какие захваты, то есть, сейчас я, допустим, вот, могу снимать таким способом, да, да, таким способом, как только он упрется, у меня в подмыхе прям, да, жестко, вот, здесь, мне придется уже кулак засовывать, бум, то есть, ведет постоянным, Антон, не должно быть такого, что у меня в закрытом гарде, человек сел, вставил руки, ему хорошо, комфортно, классно, он должен постоянно, постоянно со мной воевать на руках, понятно, поехали. Все, о чем мы с вами сейчас говорили, вы могли заметить, это была работа рук и одно движение ногами, потому что без него руки не работают, да, но у нас еще есть две ноги, которыми нужно работать в закрытом гарде, так получилось, что ноги у нас скрещены, и, очень важно, пока я его не прижал к себе и пока у меня нет контроля руками над его корпусом, я ноги не раскрываю вообще, то есть, часто ошибка людей, почему у них кроссгарт умирает, они делают, они срывают там руки, человек начинает восстанавливаться, ну, дайте, дайте, прижму к себе, прижму, он начинает восстанавливаться, или тут люди открывают ноги, полезли куда-то там сабмишин накидывать, да, у них гард отвалился, пока я его не закрыл, да, и не получил контроля, ноги не раскрываю вообще, поэтому вы должны, собственно, научиться и должны к этому привыкнуть. Движения ногами у нас несколько. Движения ногами, которые у нас было сейчас руками, еще раз, не колени к себе, а все ноги у меня поднимаются. Важно, у многих происходит это движение, так вот, человек бьется в ковер, думает, что ноги работают, нет. Чтобы у меня ноги работали, у меня таз лежит на полу, я головой не дергаю, то есть я бум, потянул. Да, то есть, еще раз, вот так вот дергаться не надо, это не упражнение напряжение, вот так вы пресс-качаете. Так, я тяну ноги к себе. И это движение, оно для меня сверхуниверсальное. Почему? Потому что я должен этим движением сбивать его движение. Я им не только помогаю себе, когда сбиваю его руки. Да, сейчас ставь руки на бицухи и прыгаем две ноги. Еще раз, я должен владеть таймингом, да? Ну, то есть, если я таймингом не владею, я не буду вовремя принимать адекватные действия. Мое движение ногами является классным способом вывести его из равновесия. Когда он встает на ноги, особенно, когда люди встают прыжком, это очень важно. Встаньте сейчас по очереди на ногу. Вот здесь я ему ничего не сделаю, когда он по одной ноге встает. Обратно. Но когда он встает прыжком, бум. Опять же, только я это сделал, я человека прижимаю к себе, да? Для чего? Чтобы он потом начал отжиматься от меня руками. И чтобы у меня потом была возможность что-то с ним сделать. Да, чтобы не было прямых рук. Это дико важно. Что сейчас делаем? Коротенькое упражнение, да? Потому что дальше мы будем тазом работать по-другому. Он встает на руки в бицепсы. Он встает, нет, не по одной ноге, он именно прыжком. Впрыгивает. Бум, пронес. Мало того, он может даже вам упереться в кимоно. Вот здесь. Он тоже самое встает прыжком. И таким движением мы делаем очень простой выбор. Ну вот, типа, братик, мы либо твои запястья проверим на прочность, либо ты все-таки отпустишь. Да? Все понятно? Встаем прыжком, ногами то же самое движение. Поехали. Очень важно. Это движение было для того, чтобы вы тайминг почувствовали. Разумеется, когда я буду бороться, я буду добавлять руками. То есть, когда он будет вставать, я буду сдергивать, у меня будут руки работать, да? Но, если вы будете сбивать руками, вы будете не так хорошо чувствовать тайминг. Тайминг нам важнее, да? Поэтому еще раз. Да, бывает тяжело, но вопрос в том, как вы выносите ноги. Если вы ловите этот момент, момент всегда очень маленький, да, вам гораздо легче. Следующее движение, которое мы посмотрим, оно рассчитано на те случаи, когда человек встает по очереди на каждую ногу. Сейчас, стоп, замы. Внимательно смотрите на Никиту. Как он встает, как двигается тело. Ставишь одну ногу. Вес, видите, ушел в одну сторону, чтобы разгрузить ногу. Теперь он встает на вторую. Вес ушел в другую сторону и выровнялся. Обратно. Сейчас будет дико сложно движение для новичков. При этом оно очень-очень простое. Само по себе движение простое. Но, опять же, оно тайминговое. Важно, вот эти руки там на мне. Он там особо, ну, ничего особо не держит. Просто, чтобы вы почувствовали. Смотрите внимательно. Вот медленно-медленно выносите ногу. Медленно. Видите, вес уходит вот сюда. Обратно. Садись, садись, садись. Смотрите, как в закрытом гарде делаются свипы. Покажу на примере одного из самых простых свипов. Химовая свипа. То есть, когда у меня руки здесь. Смотрим на мой таз. Если я буду здесь, мой таз сейчас ниже его таза. Я с ним ничего не сделаю. Видите, я его, ну, даже если заберу руку, я его не уроню. Но как только я накидываю свой таз выше его таза. Видите, мой таз выше его таза. Происходит магия. Это одна из ключевых механик закрытого гарда. Располагать мой таз выше его таза. Сейчас я буду делать именно это. Важно, чтобы вам было легче, оставляйте голову на полу. Потому что опять будете вот это качание пресса свое делать. Оно вам не нужно. То есть, голова упирается в пол. Он начинает медленно ставить ногу, чтобы вам было легче. Я кидаю свой таз на его бедро. Да? Что мне дает? Я могу делать свипы. Я могу, если он будет вставать в меня, упираться здесь рукой. То есть, если он на меня накидывает руку, это будет заход уже на оплату. Если он будет в меня рукой упираться, это может быть заход на рычаг. Вопрос в том, что я одним действием, во-первых, прерываю его вставание. Вдых открываю для себя возможности. Почему мы делаем медленно? Потому что вам надо почувствовать момент. Еще раз. Он выносит, и в момент переноса я кидаю свой таз. Видите, я выгнулся и жестко накинул свою спину. У меня не было трепыхания, ничего не было. Да? Важно. А я еще раз, я чувствую, на какую ногу стоит. То есть, смотри, когда он выносит ногу, всегда уходит вес. Бум! Таз туда. Опять же. Как это будет в борьбе? То есть, он начинает вставать. Пум! Он сейчас уже на меня поедет, он не хочет. Вот! Прижимаем и так далее. То есть, я человека постоянно должен туда-сюда гонять. Человек не должен в закрытом гарде спокойно вставать. Не должно быть такого, что он взял, вставил захваты. Да, начинает, вот я кидаю здесь уже, ему придется защищаться. Не должно быть такого, что он взял, упрекся. Упирайся. Встал ровно. Да? Это я здесь как бы классно лежу. Я каждую секунду, мои руки, мой таз и мои ноги работают на то, чтобы лишать его равновесия, чтобы мешать ему вообще спокойно жить. Он здесь сидеть не должен. Ключевая ошибка людей закрывает, что у них человек сидит, вообще ему ничего не парит, он упрекся, ему классно. Он здесь должен работать каждую секунду. Каждую секунду должен бороться за свою позицию. А вы, соответственно, должны ее разрушать. Еще раз. Он может даже вставить руки в бицухе. Погоди, погоди, сядь. Он мне в бицухе, в подмывихе, это не суть важно. Еще раз, работает мой таз. Мой таз сейчас ничего не держит. Ноги я закрыл, он выносит. И вот смотрите, если я вам поставил, уже поздно, уже нет. Именно в момент, когда он выносит ногу, видите, я прогнулся. Не обязательно, что я его уроню, я его качню. Но я же могу скомбинировать с предыдущим движением. То есть он начинает вставать, я качаю. Бам. Да? То есть я могу все движения комбинировать. Я его вывесил, он подает вес на меня, чтобы забалансировать, я его к себе притяну. Понятно? Сейчас играем с этим движением. Продолжаем рассматривать поворот жопы. Еще раз. Концептуально то, что я сейчас покажу, это всегда одно движение. Я просто кладу свою жопу на его ногу, к его тазу, чтобы загрузить ему конец, чтобы он не мог не двигать. То есть здесь, когда он встает, он начинает вставать. Я кидаю таз в него. Видите, я в него проехал. Не на месте остался, я прямо въехал в человека. И на самом деле, все то же самое я буду использовать, когда он встает на две ноги. Сейчас встань на две ноги. Ну, нормально встать. То есть вот, человек будет вставать вертикально. Почему он, да? То есть вот, он будет вставать здесь для чего? Чтобы выпрямиться и раскрыть мой гахт обратно. Вставай. Здесь очень важная деталь. Во-первых, я не должен здесь раскрывать свою ногу, я должен держать. Во-вторых, то же самое. Чтобы его уронить, я должен переложить свой таз на его ногу. Часто люди берут под ногу, начинают вот так вот, как бы, массировать ему член. Да, но это все не нужно. Все, что мне нужно, это просто переложить его ногу. Я сейчас специально не беру изнутри, я прихватываю стороной, чтобы вам показать. Я здесь беру, и смотрите, та же самая голова в пол. Я кидаю свой таз на его ногу. Без резких движений, без всего, я увожу его из равновесия. То еще раз. Это, ну, достаточно простой, знаменитый свип из закрытого гарда. Но я там не за ногу его там толкаю, хватаю там, а я просто перекладываю свою жопу на его ногу. За счет этого я его гоняю, потому что очень много веса, нога становится прямой, на ней тяжело держать равновесие. Еще раз. Человек встал, у меня ножки здесь, голова в пол. Да, если брать полную технику свипа, то я вот изнутри, смотрите внимательно, таз, вот, я, бам, взял, переложил свой таз. Видите, у меня таз на ноге. Для того, чтобы его ногу грузить. И я здесь, вставай, пожалуйста, могу перекладывать таз не только на эту ногу. Если у меня нормально задница поворачивается, я могу перекладывать таз не на вот эту ногу. Видите? Да? Я могу уходить вот сюда, чтобы в дальнейшем заходить на свипы. Либо на сабмишины. То есть, за счет доворота своей чудесной задницы, у меня открываются опции. Свипы, техники закрытого карта, это не вот тяни-толкай. Это поиск правильных углов. Сбитие в рук и работа со своей задницей, с ее расположением. Что мы сейчас делаем? Мы, соответственно, делаем, когда он встает. То есть, он встал. Он встал ровно. Важно, если он встает, вот он встает на этап назад, давай верну, вернись. Когда он встал, ноги широко. Вот здесь, он с вами, что он здесь делает? Он никак не открыть не сможет, ничего. То есть, вы можете брать под ногу, вы можете просто взять его через себя запустить. Ну, то есть, нормально, люди так не встают. Да, если мы в Кривая Асфальге чемпионата мира, почему-то люди не стоят раком в закрытом гарде. Почему-то они хотят встать на две ноги. Поэтому, наверное, вам тоже нужно вставать на две ноги, да? Беру изнутри. Важно, я не выбиваю сейчас. Почувствуйте, перекладывайте свои задницы. Видите, у меня таз сейчас там. Я беру, перекладываю таз. Бам, я его положил. То же самое касательно ухода в другую сторону. То есть, я здесь, он стоит. Важно, видите, я рукой не дотянусь, если таз не поверну. Но, я переношу свой таз в другую сторону, видите? Вот. Я могу его слиповать здесь. Могу делать сабмишин. Получается, мега простая вещь. Просто за счет того, что вы, наконец-то, подвигали свою жопу. Еще разочек. Он встал. Сюда. Либо, бум, вот сюда. Все. Поехали. Катимся дальше. Сейчас мы с вами быстренько объединим то, что мы прошли, чтобы перейти потом к финальной части. Смотрите. У меня вот человек в закрытом городе. Чего я хочу в идеале? Чтобы он никуда не вставал. Чтобы он был в моем контроле. И отсюда я уже буду развивать свои атаки, когда я его к себе прижму. К сожалению, эта жопа этого не хочет. У нас цели противоположные. Всегда у верхнего и нижнего борьбы цели абсолютно противоположные. Они никогда не совпадают. Да? Поэтому он будет отжиматься. Первый этап, когда он стоит на коленях, и он здесь. Я работаю с его руками. Я увожу его руки, прижимаю их к себе. Так получается, что в современной практике джиу-джитсу люди на коленях закрытый гард не открывают. Обычно массово комьюнити, они немножко дурачки. То есть, ну, я сейчас приведу пример. Человеческие неадекватности. То есть, я посмотрел Кинон Корнеллиус, который изобрел в Ормгард, вообще игру с Лапеллом популяризировал. У него есть большая обучалка по Лапеллгарду, в которой он говорит, что если вам гард прошли, то надо из своей контроля вылезать по помощи Лапелла. Вылезать, как нормальные люди, обычными способами. Барусь с человеком, который играет в Лапеллгарду, прохожу ему, он в сайте, начинает брать Лапелл на тягу, я ему, братан, Кинон Корнеллиусу, говорил, что так делать не надо. Человек на меня смотрит. Да, я, говорит, всегда работает. Ну, то есть, человеку как бы, ему пофиг, что тот, кто эту тему придумал, говорит, так делать не надо. Да, он, я на своем. Тут то же самое. В современном джиу-джитсу не проходит закрытый гард, сидя на коленях. Да, если смотреть обучалки Андрея Голливау, это основатель одной из крупнейших и сильнейших мировых команд АТОС, да, по открытию закрытого гарда, чувак говорит, закрытый гард всегда проходит стоя на ногах, да, не проходит его на коленях. Блядь, ну скажи, на дне борьбы в России, тебе обязательно найдется человек, который скажет, блядь, братан, работает, братан, тема, во. Да, поэтому еще, встречает человек, который вам скажет, что я раскрываю закрытый гард на коленях, можно сказать, ты долбоеб, ты невменяемый просто, ты свой личный опыт, переносишь на, как бы, все джиу-джитсу разом, это абсолютно неверно. То есть, да, еще раз, в джиу-джитсу закрытый гард проходит на ногах. Именно поэтому у меня первый этап, это когда я боюсь силой руками, и если я здесь выигрываю, его возвращаю, у меня все чики-пики, все классно, но, к сожалению, у меня не всегда это получается, да, и у меня дальше два варианта. Первый, либо он прыжком встает, и я его опять начинаю прижимать, то есть я его за счет этого движения возвращаю на предыдущий этап. Либо он начинает вставать через ноги, да, то есть я кидаю, он будет прижиматься, я его буду притягивать, да, возвращать, то есть я за счет ног его возвращаю на предыдущий этап. либо он все-таки встал, и у меня вариант вилка, либо я открываю гард и играю другой гард, но для него это победа, потому что он закрытый гард все-таки прошел, ну он превратил его в открытый, либо он встает, голова вверх, еще раз, я не вот так вот вижу, когда люди открывают голову, они начинают как мудя висеть, да, вот я упираюсь, я, еще раз, перекладываю таз, вот я беру, перекладываю таз, сюда ухожу, я его не толкаю сейчас сильно, да, я даже могу дать ему убрать эту ногу, то есть он убирает ее назад, ок, я укладываю таз, перехожу вот сюда, он может сесть на колени сам, да, это важно, то есть он не всегда хочет лететь со слипа, то есть он встает, я хочу его вернуть на предыдущий этап, я просовываю, кидаю таз, он сам на колени падает, отлично, да, я возвращаю его снова к себе на самый первый уровень, и это получается очень-очень-очень зацикленная работа, то есть для меня, как для человека, который взял закрытый гард, самая главная цель, чтобы человек из этого закрытого гарда не вышел, он должен находиться в рамках закрытого гарда, если из закрытого гарда человек попадает в открытый гард, это нехорошо, да, я его хочу возвращать, первый этап, я убираю в руки, второй этап, я не даю ему встать, если он встает, я за счет перекладываю свои жупы, либо я ему ставлю алгоритм вилка, я ему говорю, братан, окей, либо свип, и с моими возможностями делайте сабминшен, либо ты на колени обратно встаешься, возвращаешься назад, что мы сейчас делаем, мы сейчас начинаем с человека прижатого, он отжимается, если у него получается отжатого, он начинает вставать, да, если он встает, вы должны соответственно ему поставить выбор, либо он падает, либо он сам сядет на колени, да, важно, если человеку не получается отжатого, ну, выпустите его сами, чтобы давайте ему повстать, чтобы вы прошлись по всей этой истории, да, еще раз, наш закрытый гард начинается не с сабминшенов, не с накидывания чего-то, он начинается с того, что мы его должны сейчас сохранить сквозь сопротивление человека в комфортно-длинах условиях, да, и это мы еще даже не подходили к моменту создания пространства для каких-то вещей, поехали. Еще раз, мы взяли человека в закрытый гард, у меня алгоритм вилка, алгоритм вилка это да-нет, прижал я его к себе, да или нет, да, если я человека не прижал, я продолжаю работать с его руками, продолжаю притягивать его к себе, если я его прижал, у меня есть очень простая тема, смотрите, ему, чтобы от меня отжаться, да, нужно поднять голову, да, соответственно, моя задача закрыть замок на его голове, если я буду держать его голову, плечевой пояс, да, в терминологии в Gio, да, нахер это используют как термин топ-лок, да, то есть высокий замок, у меня все будет очень хорошо, даже если он здесь станет на две ноги, ставь, пожалуйста, на две ноги, но голова его здесь, мне будет очень легко его переворачивать, но как только, давай, двинемся от камеры подальше, да, но как только он поднимет голову, да, у меня будет все плохо, да, мне придется начинать все заново, поэтому все мои усилия направлены на то, чтобы человек не поднял голову, условно, я взял этим способом его руку, руки-ноги, вытащил, перевел руку через центр своего тела, прихватил, у меня дальше несколько вариантов, я могу раскрывать свои ноги, забирать ему спину, да, либо подкручиваться, очень важно, мой таз не должен быть около его таза, да, почему, потому что мои ноги, как самая сильная часть моего тела, должны отключать его вверх, поэтому, когда я его к себе прижимаю, я раскрываю ноги, сжимая колени, очень важно, видите, я раскрываю ноги, колени не разошлись, то есть не вот так вот, да, а вот, и я начинаю подкручивать свой таз к его плечевому поясу, смотрите, я беру, если мне надо упереться, я толкаюсь, вот, видите, колени контролируют, бзум-бум-бум-бум, я забрал замок свой, гораздо выше, чем был, отсюда я могу атаковать его руки, отсюда я могу делать спину, разумеется, я его держу, не даю ему оторваться, опять же, когда я закрыл свой замок ближе к его плечам, мне гораздо легче вкручиваться, у меня гораздо больше места, чем по сравнению с тем, когда я около его таза, то есть почему многие не могут здесь спину, потому что здесь повернуться некуда, видите, таз сцепляется за его колено, но как только я выехал, создал место, у меня сразу же есть, куда поворачиваться, да, блядь, дружище, не надо ходить перед камерой, это второй раз уже это делаешь, ну, второй раз у нас уже в нашей истории проходит перед камерой, вот, дальше, если я забираю его руку не через среднюю линию своего тела, а, например, изолирую ее снаружи, у меня ничего не меняется, то есть у него как плечевой пор остался, так он и будет его поднимать, раскрытие ног, контроль, доворачиваюсь, я свои ноги располагаю максимально высоко на его плечах, важно, я сейчас не разбираю нюансы контроля, что я могу держать так, могу там как-то атаковать, важно, что я своими ногами гружу, если он пытается подняться, я именно ногами буду его держать, не руками его куда-то тянуть, а именно ногами ограничивать его мобильность, очень важно, я всегда могу отсюда вернуться и перейти в другую поверхность, например, я был снаружи, он начинает выпрямляться, мои ноги перетекают в закрытый гард, у него будут здесь руки, он будет отжиматься, сюда, ноги раскрыты, подворот, 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 замок, 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 да, еще, еще подобрался, бум, он отсюда вылезает, окей, закрытый гард, снова ручки, ножки открыты, колени, 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 я снова здесь, то есть после того, как я забрал контроль над дистанцией, как я не дал человеку отжаться, да, я стараюсь получить контроль над плечевым поясом человека, если я сделал здесь, важно, смотрите, если я положил просто ноги на спину, я его никак не контролирую, забрался до сюда, да, то есть загрузил его голову, все, мне будет гораздо легче, очень важно, ну, то есть, закрытый гард это очень объемная тема, потому что там очень много переходов, там очень много комбинаций, да, то есть, ну, у города на 8 часов диск там больше, даже по закрытый гард, да, нахер, там, так далее, так далее, у нас было всего 2 часа, чтобы с вами посмотреть на закрытый гард, опять же, учитывая время отработок, которые вы делаете, основная цель этого семинара нанести вам мысль, что закрытый гард, а не просто, когда вы обхватили человека и потом такие, ать, накинули, ать, накинули, это очень-очень долгий, муторный, кропотливый труд над контролем дистанции, над контролем его рук, над контролем того, как он встает, может он встать, нет, над контролем его баланса, да, обратите внимание, я сейчас фактически в закрытом гарде не трогал от ворот, смотрите, есть как бы фраза замечательная про стеклянный хуй, что, ну, нельзя его другу руки давать, он и сам порежется, и предмет красивый разобьет, да, вот примерно то же самое, захват для, за отворот для новичков, они в него вцепляются намертво, то есть он вцепляется в новичок в закрытый гард, человек вставляет ему две руки, да, именно поэтому я сконцентрировался на том, чтобы вы работали с его руками, если человек не сможет у вас упереться руками, захват за труд везде будет очень легко, душить будет гораздо легче, вообще работать будет гораздо-гораздо приятнее в закрытом гарде, но если вы вцепляетесь в отворот, вас вставляют две руки, пока вы их не уберете, хоть вы там очень сильный, хоть вы там ему отворот можете оторвать, но вы ему ничего не сделаете, именно поэтому я предлагаю концентрироваться на руках человека, а сейчас последняя отработка и наш небольшой интересный финал нашего семинара, поехали! Давайте попробуем! Все, теперь всего хорошего, хорошего дня, были рады тебе и были рады помочь, пусть все будет хорошо! А всем все равно!